Субтитры делал DimaTorzok Александр Анатольевич, рады приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Анатольевич, первый вопрос касается транспортной инфраструктуры. Это вопрос, который неизменно волнует большинство наших зрителей. Ремонт дорог. По итогам прошлого года Республика показала очень достойные показатели. Извините за эту футологию по нацпроекту БКД. Какие планы на этот год? Планы на этот год не снижать тех достижений, которые мы имеем по результатам 2022 года, 2021 года, 2020 года. Я хочу напомнить зрителям, что Республика вошла в 2019 году в национальный проект безопасной и качественной дороги с показателем в нормативном состоянии 1,2% дорог. Сегодня мы в нормативное состояние планируем привести по итогам уже 2023 года 37%. А для того, чтобы достичь этого показателя, мы каждый год переуполняли показатели по строительству дорог. И это стало своеобразной стратегией дорожников. Это позволило нам за тот период, который я сейчас назвал, привлечь дополнительно к тем 17 миллиардам, которые у нас расписаны по данной программе, еще 4 миллиарда. И планируя 2023 год, как вы меня сейчас спросили, какие у вас планы, мы планируем дополнительно к установленному заданию отремонтировать 70 километров дорог. А всего это будет 256 километров. Плюс мы не только ремонтируем республиканские дороги, мы работаем в Ишкалинской городской агломерации, а это Медведевский, Оршанский, Советский район. И в этом году, в 2023 году, 19 километров улиц, а это уже улицы, будут отремонтированы. Я хочу отметить и должным образом построенную, грамотную, хорошую работу мостовиков. Значит, программу прошлого года в 330 погонных метров мостов, а это было отремонтировано 14 мостов, они переуполнили вдвое, сделав 669 погонных метров. В этом году в плане у нас еще 12 таких сооружений, это тоже приведение в нормативное состояние. Прошлый год охарактеризовался тем, что мы запустили во временную эксплуатацию, в 2023 году будет официальный ввод, дорогу Кировостроителей. Это дорога, которая соединила сегодня Самбадхей и Ширяйково, и соединила спальные районы промзону, можно так сказать, более коротким путем, без светофоров. И по той интенсивности, которая там сегодня есть, я понимаю, что она была давно уже жителями востребована. Перейдем к другим темам. Возвращаясь на 5 лет назад, вспоминается, что Владимир Путин в 2018 году заявил, что по обеспеченности населения жильем Россия отстает от развитых стран и поручил руководителям регионов создать комфортные условия для застройщиков, для жилищного строительства. Глядя на Ешкаралу, мы понимаем, что столица республики за эти 5 лет изменилась достаточно основательно. У нас появились целые новые микрорайоны. И можно говорить о неком строительном буме. Не пошел ли он сейчас на спад? И как сейчас чувствует себя строительная отрасль региона? Ну, начну с последней фразы. Не пошел ли он на спад? Нет, конечно, симптомов спада никаких нет. В прошлом году общий объем работ, которые выполнила строительная отрасль, составил в республике 23,1 миллиарда рублей. Это очень большой объем работ. Мы занимаем 46 место в Российской Федерации по объему выполняемых работ. То есть в середине находимся, уверенно в середине, хотя не самый крупный регион. В строительной отрасли у нас сегодня работает 4920 человек. Понятно, что цифры плавают, но уровень почти 5000 человек заняты в этой сфере деятельности. В прошлом году мы построили 435 тысяч квадратных метров жилья. Это лучший показатель за последние 5 лет. Этот показатель мы намерены в этом году повторить. Как минимум, план, который в программе жилье для республики 426, но раз сделали 435, нельзя опускаться ниже. И все основания для этого есть. Республика осуществляет и строительство социального жилья. Прежде всего, это жилье, которое мы предоставляем детям-сиротам. В прошлом году мы построили более 200 квартир и предоставили детям-сиротам обещанное по закону жилье. В этом году в планах у нас 189 квартир, из них 25 квартир оплачивает федеральный бюджет, а 164 квартиры – это деньги республиканского бюджета. Ну и второе направление, тоже немаловажное для республики – это ликвидация аварийного жилья, строительство жилья и снос тех бараков, которые достались нам в наследство от прошлых времен. Программа, которая предусматривает ликвидацию такого жилья – это 4,1 миллиарда рублей в расчете до 2024 года. Республика идет с опережением, мы в 2023 году, в этом году закончим эту программу. Как результат ее, 400 подобных домов будет снесено. Это 2176 жилых помещений, то есть вот столько квартир появится новых. В этом году мы планируем построить 23 тысячи квадратных метра по этой программе, и будет у нас расселено 636 жилых помещений. Нужно, наверное, отметить, что речь идет не только о Йошкарале, да? Нет, это вся республика, конечно. Вот в этом году мы строим 12 домов практически в 11 муниципальных образованиях. Значит, это все реализуется в плановом порядке. Вот то, что я говорил, и вы сказали, если ты работаешь хорошо, деньги идут вперед. Вот практически на год мы раньше осваиваем эту программу, завершаем ее, получаем. И практически уже получили всю сумму с федерального бюджета, 4 миллиарда рублей. И с 2024 года начнется следующий этап, в который будут входить помещения, которые признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. Давайте вернемся к теме транспорта и поговорим о речном сообщении. В Казмодемьянске сейчас строится новый причал. Строится ли он исключительно для туристов или преследуются какие-то более серьезные цели? Можно ли говорить о перспективах возобновления речного сообщения? Ну, фраза «только для туристов» – это понятно, что немножко так утрировано. Да, большинство из пассажиров, которые сойдут на этот причал, будут туристы. Почему? Ну, традиционно, примерно 180 судозаходов в летний период в Казмодемьянск руизных теплоходов. Но этот же причал у нас раньше использовался и будет сейчас использоваться для регулярного сообщения. Значит, раньше ходил, ну, его тоже называли паромом, потому что он перевозил машины с Казмодемьянска в Юрино. Значит, элементарно могут оказаться востребованы эти речные перевозки. В настоящий момент готовится к запуску программа, которая называется «Великий Волжский путь». В ней участвуют практически все субъекты, которые расположены на реке Волга. И мы понимаем, что даже тот туристический потенциал, о котором мы говорили, и регулярные перевозки, но уже между крушенными городами, они будут иметь место всегда. И цель вот этого «Великого Волжского пути» – наполнить туристическими маршрутами Волгу, основную водную артерию, наполнить регулярными пассажирскими перевозками. И мы уже в этом году видим, как Валдай ходит… В Юрино. Да, и до Юрино, и идет до Звенигова, с Нижнего Новгорода. В Юрино туристы на этом Валдае приходили, хотя в самом Юрино причала, который бы мог принять другой тип судна, нет. И задача, которая ставится вот в рамках этого «Великого Волжского пути» у республики Морел – построить причалы в Юрино для того, чтобы любое круизное судно, так как в Космодемьянске 180 судозаходов есть, они все прошли мимо Юрино, чтобы здесь возможность была тоже принять этих туристов. У нас Эшкарала находится всего в 50 километрах от Кокшайска. В Кокшайске когда-то существовал причал, было место для причаливания теплохода пассажир-пташников. Кто-то постарше помнит, наверное, вот этот круизный лайнер, закрепленный за республикой Морел. Вот это все надо возобновлять, и в планах тоже строительства причальных сооружений, пусть он называется порт Эшкарала, я думаю, не порт Кокшайск, все-таки не маленький населенный пункт концентра, потому что этот туристический поток, который я назвал, это судно, 180 судов, это примерно 200 туристов в день по водному пути могут пересесть в автобус, посмотреть Эшкаралу, вернуться назад. Это все работает. И еще один транспортный вопрос. Несколько лет назад возобновилось авиасообщение из аэропорта Эшкаралы. Сегодня можно улететь в Петербург, в Москву, в сезон можно было улететь в Сочи. Я помню, что достаточно много было скептиков, говорили, кому это нужно, кто будет летать. Мы видим, что рейсы востребованы, и появился проект реконструкции нашего аэроузла. В какой стадии он сейчас находится? Рубикон пройден давно. Я вспоминаю, когда этот вопрос обсуждался, стояло две задачи. Первая – взлетно-посадочная полоса, которая 40 лет не видела капитального ремонта и просто ремонта. И ряд совещаний, проведенных с Росавиацией. И непосредственная поддержка со стороны Нерадька, который подписал план реконструкции Эшкарлинского аэропорта и аэродрома. Это два разных собственника. Здание аэровокзала – это республиканская собственность, тут мы их хозяева, а взлетная полоса – федеральная. Было принято согласованное решение. В прошлом году мы начали строительство аэровокзала. В этом году выходим на данный момент из нулевого цикла. И к концу года у нас уже будет стоять каркас. В 2024 году 6 тысяч квадратных метров вот этого нового аэровокзала распахнут свои двери и могут принять первых пассажиров. По взлетной полосе в декабре – это уже ответственность Росавиации. В декабре месяце документация получила положительное заключение госэкспертизы. На этот год официально в бюджете 2,5 миллиарда рублей. Сейчас Росавиация, как заказчик, проводит конкурсные процедуры. И я думаю, в летний период начнутся уже работы по взлетной полосе. Поэтому в 2024 году, синхронизируя наши планы по аэровокзалу и планы Росавиации по взлетной полосе, мы должны получить новые полосы, новый аэровокзал, новое летное расписание. Открывается возможность его значительного расширения. Я думаю, что привлечение больших аэрокомпаний, в том числе и Победы, позволит сделать еще и очень привлекательными с экономической точки зрения тарифную политику. Более дешевые билеты. Александр Анатольевич, большое спасибо, что выделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Продолжение следует...